здравствуйте друзья у нас новый гость олеся кривцова да очень смелая девушка такой наш маленький давид который еще не победил галиафа но во всяком случае сбежала вот цепких лап вот сейчас олеся в безопасности началось все судебного процесса ну рассказывайте как это так получилось что вы такого страшного сделали что вас путин кремль начали судебно преследовать ну я совершила очень страшные преступления для россии я сделала два поста в социальных сетях вот такие вот жуткие преступления за которые мне впоследствии грозило 10 лет лишения свободы 26 декабря 2020 20 лет это значит где-то лет в 30 вас освободили ну если бы по максимуму дали то лет в 30 да рассказывайте 26 декабря я сидела дома дописывала свою курсовую работу которую должна была вот-вот сдать и проводила мужа на работу мой муж работал учителем истории в школе он работал с детьми пятых шестых классов вот ему очень нравилась эта профессия и он в очередной раз пошел на работу через пять минут после того как я проводила у меня значит это кто-то открывает дверь ключом между прочим ну и дальше все по классике лицо в пол руки за голову фамилия имя отчество ну в общем как у нас в россии принято у нас начался обыск как оказалось моего мужа скрутили положили в газельку в фсбшную газельку и отобрали ключи телефон и вот в общем по классике ну дальше меня повезли на допрос где предъявили обвинение в по двум уголовным статьям уголовного кодекса оправдание терроризма за которое грозит до семи лет лишения свободы и повторная дискредитация российской армии была еще дискредитация ну это же административная преодикция что сначала административное дело а потом уголовное было административное дело летом было административное дело а что конкретно вы написали летом я ничего не писала я расклеила по городу 9 мая антивоенные листовки где публиковалась информация о том что ветераны великой отечественной войны на украине сейчас погибают от российских бомбочек вот и за это была административная ответственность суд посчитал что таким образом я дискредитирую российскую армию так ну вот на допросе мне предъявили обвинение меня отправили в ивс это изолятор временного содержания и после двое суток вот в этой камере было судебное заседание на котором избрали меру пресечения сначала в виде запрета определенных действий мне нельзя было пользоваться телефоном и получать почтовое отправление в общем так через три дня кстати говоря моему мужу в первые же дни сказали писать заявление по собственному увольняться из школы даже несмотря на то что он в этом деле просто свидетель ну свидетель того что его жена неблагонадежно не любит Путина ну наверно вы не любите Путина или любите не люблю конечно кстати какие у вас политические взгляды вы интересовались политикой в семнадцать лет я вступила в либертарианскую партию России ничего себе мы с вами просто единомышленники оказывают да сейчас наверное у меня больше в сторону анархизма все таки повернуло на самом деле это очень близкие концепции анархокапитализм 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 я по капитализму вот уже решила а понятно то есть вы еще и в курсе так сказать теоретических основ либертарианства да здорово вам двадцать лет да не двадцать как это так вы быстро прогрессировали это странно в двадцать лет люди еще так глубоко не понимают порядок событий вещей как это вам удалось под воздействием может быть мужа или родителей кто у вас родители у меня есть мама прекрасная она меня во всем поддерживает вот больше я не хочу говорить потому что к сожалению ей после того как я уехала начали угрожать и я вот не хочу в принципе его сейчас где-то упоминать вы уехали очень громко вы сняли видеоролик о том как вы снимаете браслет да и уезжаете вы его разместили до того как пересекли границу или после после конечно после умница ну расскажите дальше что происходило вас ограничили что вам нельзя было делать мне нельзя было пользоваться интернетом пользоваться мобильной связью и получать почтовое отправление почтовые в интернете или любые вообще бумажные тоже ага здорово да и в общем то вот несколько дней сидела дома отпраздновали отпраздновали новый год то есть даже несмотря на то что мне из дома выходить можно было я все равно сидела дома потому что ну у меня был жуткий стресс я боялась даже на улицу выйти но все таки через три дня я решила погулять и поехала в Архангельск это соседние города то есть я жила в Северодвинске я поехала в Архангельск и учились вы в Северодвинске в Архангельске в Архангельске а что за институт САФУ северно-арктический помойный теперь я так считаю университет а чему вас учили я училась на рекламе и связи с общественностью понятно итак поехали в университет нет я поехала к мужу а к мужу а он жил отдельно что ли ну мы до этого жили вместе а после уголовного преследования меня мама забрала к себе так как нам с ней легче было дальше коммуницировать и там связываться с адвокатами и так далее то есть она меня взяла под опеку такую скажем так вы поехали к мужу к мужу да и при выходе из автобуса значит группа уже знакомых мне ФСБшников меня хватает и сажает в машину для меня это было весело а? в Архангельске? в Архангельске да это 30 километров то есть ну я могла каждый день раньше туда ездить просто на автобусе 40 минут ну и в общем везут меня в отдел говорят что сейчас будет интересно но ничего конкретного сказать мне не могут в общем адвоката моего на тот момент не было в городе я сижу не понимаю что делать но в итоге мама все узнает потому что муж меня не встретил потому что меня до него забрали мама все узнает звонит адвокату какому-то другому и в общем начинается допрос допрос подозреваемого ой допрос обвиняемого находящегося в розыске я сразу задаю вопрос почему я нахожусь в розыске и мне говорят что меня не нашли ну почему то не нашли вот 4 дня искали но не нашли хотя я все это время жила у мамы я говорю замечательно потом у меня спрашивает следователь зачем я купила билеты на завтра на сегодняшний день в Владикавказ и Псков ну и тут у меня начинается истерика я понимаю сразу что к чему я опинаю этот стол со следователю бежу бегу в туалет там стоит этот фсбшник который вот так вот смотрит и хихикает на меня говорю ему что я знаю что это ты в общем то что случилось они взяли на мое имя 4 железнодорожных билета к границам России на поезд а на тот момент у меня был недействительный паспорт то есть у него просто была оторвана страничка но они об этом слава богу не знали вот это очень мне помогло и я осталась все таки здесь потому что в суде я уже потом доказала типа вы посмотрите какое безумие у меня недействительный паспорт они мне тут билеты берут на него ну и все меня снова задерживают муж стоит в коридоре он не понимает что происходит почему я опять иду в наручниках вот в этих куда я иду вот есть фотографии в наручниках есть решите пожалуйста это интересно хорошо вот меня опять ведут в наручниках во второй раз уже ну и все снова камера и на следующий день суд в камере я думала что так спокойно я ничего не нарушала это подстава это легко доказать суд наши аргументы рассмотрел но тем меня не отправили в СИЗО но тем не менее меня отправили под домашний арест так я оказалась под домашним арестом после этого инцидента я начала писать очень много обращений просьб требований жалоб в прокуратуру в МВД в следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности фальсификаторов и других пособников скажем так но на мои просьбы приходили лишь отписки что у нас все честно у нас все правильно и наверное из-за этого я хотела и наверное так я пыталась не уехать потому что поняла что все что происходит становится безнаказанным для них как вы думаете почему они так вас преследовали как-то это ну девочка 20 лет что это они хотели устроить показательный суд для чего все это делали думаю что показательный суд это хорошая версия то есть таких судов ведь много и уже очень много ребят получают и получали огромные сроки за слова но конкретно в нашем регионе подобного было очень мало и оно осталось не особо медийным наверное они хотели показательную казнь вы историю знаете в сталинские времена были похожие случаи когда руководители регионов требовали чтобы им разрешили там арестовать расстрелять врагов народа еще на полторы тысячи больше то есть перевыполнить план по врагам народа такое впечатление что вы попали вот в эту мясорубку врагов народа из вас пытались сделать врага народа возможно возможно понятно а что там с вашими коллегами по студенческой группе произошло которые написали донос да без понятия я очень стараюсь их забыть очень стараюсь а что за донос расскажите ну двое из четырех студентов которые в итоге стали свидетелями со стороны обвинения студент да они они сотрудничают с органами и именно они принесли все скриншоты с моего инстаграма где я высказывалась против войны в Украине какой это нормальные ребята или как вы это объясняете ну как у меня с ними были даже вот какие-то приятельские отношения до этого то есть один из молодой человек вот помог мне когда-то сумку тяжелую из похода донести со вторым я разговаривала на так разговаривала на студенческих мероприятиях но ожидала ли я такого нет конечно не ожидала это обидно очень когда придают друзья как бы свои хорошо когда вы приняли решение бежать из страны и расскажите то что можно рассказать как вам это удалось ну я уже сказала что решение я приняла вот после второго ареста когда я поняла что все преступления со стороны ФСБ и следствие остаются безнаказанными что доказать свою правоту в России в российскому суду следствию невозможно и вот наверное в тот момент ко мне начали мысли приходить о том что я бы хотела убежать а конкретного дня когда я вот серьезно решила что все и уезжаю я не помню наверное его даже не было очень плавно к этому пришла скажите а как все таки исторически это произошло вы 24 февраля когда началась война вот осознали что надо с этим бороться сопротивляться этому или это раньше было вам раньше этот режим вызывал вопрос безусловно раньше этот режим вызывал вопрос и наверное что-то начала я читать и узнавать года семнадцатого а в восемнадцатом было вопрос сколько вам было в семнадцатом году так лет назад 16 лет нет шесть лет назад если сейчас вам двадцать то шесть лет назад четырнадцать было а да вы правы но я думаю значит в пятнадцать в пятнадцать я все-таки начала не в четырнадцать и в пятнадцать то есть в восемнадцатом году и как это началось читать что-то начали или родственники мама какая причина видео на ютубе какие-то стали попадаться оппозиционные направленности в том числе видео Алексея Навального Светова вот и потом как-то я начала проглядывать а мне все больше и больше да ютуб выдавал подобных рекомендаций а потом мы с мамой поговорили конечно она сказала что она в принципе точно такой же точки зрения а потом были выборы президента где я уже была такой активисткой в своих кругах о том что сейчас лучше не делать в восемнадцатом году а друзья какие-то единомышленники вот в группе были ну я еще учил в школе в восьмом-девятом классе нет тогда наверное не было еще дети еще не вокруг вас еще не осознавали опасность этой ситуации да многие сейчас не осознают когда ситуацию а родственники какие-то были которые вас поддерживали или наоборот спорили с вами ну вот только мама а со стороны папы там ну кто меня не поддерживает там сторонники режима да понятно ну вот и что как вы решили бежать кто решил кто вам помогал расскажите то что можно рассказать мне помогали правозащитные организации несколько их было в том числе с получением гуманитарных документов в литве сейчас нахожусь легально у меня есть виза эм скажите а у вас был заграничный паспорт был да я его при обыске спрятала и они его и нашли какая вы умница и что как вы бежали вы довольно смело сняли этот браслет вы его оставили дома нет этот браслет я снимала уже находясь далеко далеко находясь от дома но границу еще не пересекла по браслету ведь они могут следить за вами за вашим движением нет браслет работает другим образом дома есть такой офсин аппарат большой это телефон и есть на ноге браслет и как только человек с браслетом на ноге уходит на 200 метров от этого аппарата то аппарат просто перестает видеть браслет в зоне видимости то есть они получают сигнал о том что человек ушел но куда ушел человек никто не знает вот и у меня было разрешено было уходить от этого телефон то есть они получили сразу информацию о том что это была ночь и никто приехать ко мне не смог им лень было ну там скорее всего просто сидит один человек который не может покинуть место службы и при этом ему пришлось ждать до утра вот такая хорошо и что как вы добрались до границы как вы перешли границу расскажите вы на пусть и переползали нет ну как настоящий шпион диверсант террорист вы должны уметь на пузе переползать границы я просто вышла из дома вот это наверное единственный страшный момент был именно выйти из дома вот с таким огромным портфелем за спиной который был больше чем я я могу его показать секунду вот это все что у меня было с собой вот такой вот портфель рюкзак ну да рюкзак рюкзак и просто добиралась на разных машинах периодически меняла машину и телефон вам кто-то помогал мне помогали да но я не могу рассказывать конечно конечно не надо ни в коем случае так и что сколько это времени заняло добраться до границы три дня я что же они три дня не чухнулись ни разу я вам больше скажу уже после того как я сообщила что я в Литве нахожусь к моему к бабушке моего мужа приходили ФСБшники на работе и искали меня там ну вы представляете для них я думаю что они формально выполняют все эти указания ну для я предпонимаю что для взрослых мужиков преследовать двадцатилетнюю девочку ну это как вы не правы там есть очень иные люди и там есть люди которые меня ненавидят именно в архангельском штабе ФСБ да и которые бы если бы вовремя получили информацию они бы сделали все возможное чтобы меня поймать но вот информацию они получили когда след уже был запутан и следов не осталось но вы тогда осторожны там в Литве потому что вдруг они захотят да все возможно но пусть там дальше террористов ловят в архангельске скажите что вы дальше собираетесь да вообще я буду поступать в университет снова с первого курса для меня это не страшно и наоборот даже круто что я смогу снова учиться я буду поступать в Литву в европейский гуманитарный университет потому что к сожалению так вышло что я не знаю английский настолько чтобы учиться на нем вот к сожалению первый год просто изучение языка адаптация понятно да я буду продолжать учить английский учить литовский буду искать какую-нибудь журналистскую работу буду обустраивать дом потому что заехала практически в пустую квартиру так что планы пока каких-то супер грандиозных нет в основном бытовые ну и заниматься политической деятельностью вы теперь политик вы несете ответственность за свои действия вы это понимаете безусловно но дело в том что я не знаю как заниматься именно какой-то политическим активизмом вне России потому что когда ты в России ты отвечаешь за свои слова это раз ты выдвигаешь требования своему правительству это два ну своему правительству своему региону ну и то есть сейчас я на самом деле не вижу смысла от митингов которые допустим проводятся здесь потому что ну я думаю что этих людей не услышат ну я не знаю зачем правительство Литвы показывает что я против войны потому что я считаю что этот посыл должен идти именно к моей стране к стране агрессору и к России в общем то поэтому мне нужно подумать какой деятельностью я хочу заниматься и как это осуществить чтобы она была полезной понимаете это очень важно вам продолжать вот этот активизм тот которым вы занимались теперь уже в свободной стране и ориентировать его на Архангельск на свой регион на Россию это очень важно потому что вы пример ну такого свободолюбивого мыслящего свободного человека просто ваш пример очень важен не упускайте такую возможность для многих людей важно что вы победили в этой борьбе и вы для них ну пример что да важно поверьте мне вот очень много людей сегодня боятся говорить правду боятся признаться что они на вашей стороне это оправдано то что они боятся я сейчас ну сама считаю что такой вот мирный протест в России не работает когда просто кто-то что-то скажет ну так вы сейчас их голос вы человек который может говорить они говорить даже не могут а вы можете говорить вы только что были рядом с ними вот вас пытались за свободолюбие репрессировать вот и вы пожалуйста не останавливайтесь Олеся хорошо у вас в фейсбуке аккаунт где? в инстаграме основной где? да нет еще пока никакого аккаунта основного вообще в инстаграме да ну давайте делайте в фейсбуке печатайте набирайте тексты рассказывайте о том как вам здесь живется в Литве о том что такое свободная жизнь что такое свободная страна вы теперь голос тех кто угнетен кто не может говорить правду и может свободно говорить так как можете вы Олеся скажите пожалуйста я хочу вас использовать как сейчас как человека который только что был вот в этой среде российской провинциальной а насколько как вы считаете люди ну оппозиционны что ли сегодняшней власти в среднем может быть потому что ясно что когда проводятся опросы люди просто боятся говорить правду боятся репрессий насколько люди вот вокруг вас в среде в студенческой там в автобусе в Архангельске в Северодвинске насколько люди недовольны властью и не поддерживают ее действия к сожалению у меня на этот счет в голове да и на листочке тоже статистика плачевная большинство судя по моим размышлениям и наблюдениям просто все равно вообще на то что происходит на войну это же опасно для людей понимаете их же ведь мужчин призывают в армии и убивают ну вот судя по всему именно кстати вот в тот момент когда мужчин призывали активно по мобилизации вот тогда многим было и не все равно многие тогда пытались что-то сказать кто-то высказался против войны но как только мобилизация стихла все опять начали ну большинство из тех про которые я говорю зажили своей обычной жизнью вот такая у меня в голове печальная на втором месте те кто поддерживают войну по моим опять таки наблюдениям много их в Архангельске да много к сожалению много а в Северодвинске тоже это же военный город в Северодвинске больше чем в Архангельске да это военно-промышленный город там пропаганда сожрала людей на заводах и там к сожалению еще больше людей поддерживающих войну как вы слышали видели ощущали пропаганду в какой форме она больше всего наверное именно в визуальной рекламе которую мы видели практически везде реклама призывающая подписать контракт реклама призывающая скинуться солдатиком на гум-помощь реклама просто обычные слоганы вот эти дурацкие за наших вместе мы сильнее и так далее наверное вот больше всего именно в этом дело в том что телевизора у меня нет дома и у мамы его нет поэтому телевизора я не видела лет девять вообще поэтому какая пропаганда по телевизору я не знаю знаю лишь из СМИ насколько эффективна эта пропаганда насколько эффективна вижу понятно а в студенческой среде в Архангельске вроде это просвещенная часть общества мыслячая ну исключая вот тех кто доносил на вас ну в студенчестве в основном занимаются именно таким студенческим активизмом который студентов в общем-то и поглощает то есть студенты делают сами какие-то мероприятия постоянно устраивают какие-то походы сходки и занимаются самоцензурой в большинстве своем но и кстати говоря наверное когда я говорила про тех кому по большей части все равно я имела в виду студентов потому что на моей памяти на по моему видению именно вот больший политический абсентеизм именно вот с их стороны наблюдается как вы видите ситуацию в целом в России что вы думаете как она будет развиваться я к вам уже как к политическому аналитику обращаюсь вы имеете в виду многие вас будут рассматривать сейчас как аналитика готовьтесь отвечать на сложные вопросы да спасибо за доверие но я не думаю что этого стоит да и к тому же прогнозы у меня плачевные расскажите какие ну я считаю что репрессивный аппарат будет только ухудшаться я считаю что набирать обороты я считаю что в уголовный кодекс будут вноситься все более репрессивные статьи увеличиваться сроки по уже имеющимся мы это видим ну как вот недавно допустим за фейки теперь до 15 лет лишения свободы а за дискредитацию 7 недавно совсем это придумали я считаю что возможно даже людей будут не то что просить молчать а просить высказываться за войну как в самых худших антиутопиях это было в России в сталинские времена надо было не просто соглашаться а надо было активно участвовать выступать на партийных профсоюзных собраниях глинить врагов на самом деле сейчас я думаю это следите за этим очень вероятно что в северодвинске архангельске будет проведена кампания по вашей дискредитации по воспитанию на вашем примере всех остальных что это вот все очень плохо то что вы сделали да там уже были собрания в горсовете обсуждали то что на самом деле думали я только ячейка врага таких как много и вот думали они там как истреблять на основу дурочки в сталинские времена тут же создавались группы ну придумывались антисоветские группы партийные ячейки и арестовывали других людей тех кто поддерживает на вас лежит очень важная задача сейчас Олеся продолжать говорить вы стали голосом тех людей у которых нет возможности говорить вот так что давайте восстанавливайте аккаунт на фейсбуке на инстаграме на твиттере ну в общем везде где только это возможно и ютуб канал давайте я вам пришлю этот ролик наш с вами пусть пусть это будет первый ролик на вашем ютуб канале вот я вас призываю активно участвовать в политике я уверен что это интересно будет даже исследователям фсб вы теперь главный враг чекистов вы их обманули обыграли понимаете они себя да 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 они себя считают умными хитрыми вот и маленькая девочка их обыграла и очень красиво так что я вас поздравляю я очень горжусь с вами спасибо вам горжусь таким соотечественником значит через неделю продолжим договорились единственное после тринадцатого числа потому что меня в берлин пригласили на мероприятие вот после тринадцатого договорились хорошо но вы видите дневник рассказываете куда вы это очень важно куда вас приглашать где вы выступаете свои ролики публикуете свои выступления все активно работаете вам помогают потому что вы активист на вас большая ответственность спасибо вам спасибо вам все до свидания до свидания до свидания Константин